Введение биометрических паспортов имеет достаточно долгую и запутанную историю. Также долго длится и вопрос возвращения издательского дома «Вечерний Бишкек» своему прежнему хозяину. «Вечерка» была захвачена через послушные властям суды рейдерским путем в 2015 году. После смены власти в 2017 году все эти незаконные судебные решения были отменены, однако перерегистрация издательского дома и рекламного агентства никак не завершится. Когда же их захватывали, перерегистрацию сделали за несколько часов. И ведь на неделю дело «Вечерки» чуть не началось заново. Верховный суд рассматривал очередную касационную жалобу Александра Рябушкина об отмене базового решения Первомайского суда от 5 октября 2018 года, которым был отменен вердикт от 24 сентября 2014 года, с которого и начался рейдерский захват. Казалось бы, справедливость восторжествовала, однако Чуйбишкевское управление юстиции все равно тянет дело и ничего не решает. Я написал ходатайство туда в связи с тем, что необходимо провести перерегистрацию. То есть мы выполнили условия, при которых необходимо провести перерегистрацию. Однако Чуйбишкевское управление юстиции нам отказывает. С чем это связано? Или влияют какие-то силы, или какая-то другого рода заинтересованность. Продолжение следует...